И вот так Магнитогорск плавненько идет к своему миллионнику. Дело в том, что вы посмотрите, как город развивается. Уже нету кризисных моментов. То есть последние вещи, которые были до кризиса и в кризис, это вот получается коттеджный поселок на улице Советской. Он полностью застраивается. То есть все, кризиса нет. Идем вперед из песни. Естественно, надо понимать, что Магнитогорск рано или поздно станет типа Бухарой, потому что к нам едут люди из Среднеазиатских республик. Почему нет? А также сюда перебираются все те, кто живет вокруг города Магнитогорска. Еще бы. Цена вопроса. Это 800 тысяч за квадратный метр, в смысле, за однокомнатную квартиру. Чуть-чуть дороже, и вы двухкомнатную покупаете. То есть если у вас родился второй ребенок, то, естественно, где брать недвижимость? Ну, не в деревне, где там Магнитогорске. Потому что все-таки клево. Вокруг города Магнитогорска, посмотрите, 150 километров и что? И ничего хорошего. А в городе Магнитогорске все нормально. Единственный вариант возникает. Если у вас папа, допустим, или мама работает на комбинате, то чем вам другим заниматься? Вариант очень простой. Вы просто можете, приехав сюда, взяв здесь объект недвижимости, в смысле, помещение за 300 рублей за квадратный метр, легко организовать себе то, над чем вы можете, посмотрев мои передачи в интернете в том числе, легко заработать. И вы, наверное, забыли, что то, чем занимаются сетевики, это смысл жизни. Да я скажу вам, сеть это не самый качественный товар и не всегда самый свежий. Я лично селедку беру только у своих, так же, как мясо, так же, как и молоко. Мне, честно, не понять, как Монетка, Магнит и Семья смогут обуздать весь город. Так а потом грянет Кастапрамен, Метро и Ашан. Я точно знаю, что сетевики это ненадолго. Кстати, о птичках. Раскрутить любую точку, так это легко, и напрягов-то нет. Хотите подороже, это я. Хотите подешевле, это ТВИН. Торговать в действительности можно всем. Тут вопросов-то и нет. Главное, понимать, где с вас денег не берут. Вот в супермаркете все для дома, так и поступают. Итак, 300 рублей за квадратный метр. Дешевле не бывает. Место прекрасное. Все для дома. Это место, это центр Орженикизовского района. Ближе ты не придумаешь. Улица Труда. Цены и вопросы. 300 рублей это вообще не деньги. То есть спокойненько на второй этаж и работайте. Еще раз посмотрев Турцию, скажу, что в Турции люди занимаются, зарабатывают на каждом конкретном углу. То есть вся Турция это, скажем так, ну не то, что торговля для туристов. Нет, это просто нормальная, обыкновенная рабочая торговля. Все потихоньку занимаются. Просто там не берут больших денег. Таких же денег не берут с вас и здесь.